Диана Харламова Милан, расскажи, пожалуйста. Мы писали очень интересную историю о том, как тебя исключили из Нарвского языкового лицея. Это последняя гимназия муниципальная, которая осталась в Нарве. Школа очень старая, очень известная. В Нарве считается школой очень сильной. Ты проучился там 9 лет? 10 лет. И в прошлом году тебя оттуда попросили, как я поняла. Расскажи, пожалуйста, в чем была причина? А причина? Лично я считаю, что дело как раз-таки в активизме и той деятельности, которой я занимаюсь. Как минимум то, что зачастую, если у меня был выбор между тем, чтобы поучаствовать в проекте, митинге или дебатах, либо на уроках посидеть, я выбирал первое. В чем-то поучаствовать. И так как моя позиция очень отличается от позиции директора, так как она депутат городского собрания. Напомним нашим зрителям, что директором Нарвского языкового лицея, одновременно депутатом городского собрания является Надежда Черкашина. Она состоит во фракции Нарва, которая сейчас является ведущей фракции в Нарвском городском собрании. Да, и то, что мои взгляды и ее взгляды очень разнились. И с сентября я начал участвовать в митингах. Первый был против Вотума Недоверия, Катри Райк, тогдашнего мэра Нарвы. После этого я сам организовывал против действий фракции Нарва. Ты организовывал митинг сам? Пикет. Пикет. Да, с плакатами. Это было в марте месяце. Это было в марте месяце, как раз-таки перед заседанием городского собрания. Как раз-таки. Потому что многие действия фракции Нарва мне откровенно не нравились. Мне хотелось, чтобы все делалось открыто. И чтобы не повторялись истории, как с Аго Кыргве, то, что произошло месяцем. Ранее то, что отставили главу Нарвской больницы. Хотя многие медики выходили в его поддержку. И как раз-таки после своего пикета я пошел на заседание. И в перерывах ко мне неоднократно подходила Надежда Алексеевна Черкашина. И говорила, мол, что я тут время трачу, лучше бы уроками занялся. И вообще, ну вот, куда я лезу? То есть она серьезно во время заседания городского собрания, на который ты пришел как гость, она подходила к тебе и... Ну вот, когда были перерывы, получается, что вот сидел я, тут еще пару гимназистов из государственной гимназии. Она подходила, ну что, ну зачем я тут сижу и так далее. Зачем школа еще позорит, потому что ранее высказывался насчет проблем школы. И как раз-таки за счет того, что рядом со мной были гимназисты, я мог сразу спрашивать у них, как у них в школе. И сразу отвечать на эти вопросы. И в итоге оба разговора, что ко мне Надежда Алексеевна подходила, сводились к тому, что займись уроками, ну, не лезь, куда они просят. И на следующий день после этого заседания, утром, когда меня уже не было дома, она позвонила моей маме. Справа вроде начала насчет того, что вот у меня там пропуски есть. Но мама объяснила, что это уважительные причины, будь то дебаты, мероприятия или проблемы с домашними животными, там помощь нужна была. И что они все в эколе прописаны были. И после этого, со слов мамы, как раз-таки начался разговор насчет того, что если мне, Милу, не нравятся действия директора, не нравится, как в школе дела проходят, то, может быть, мне стоит поискать другую школу. И это было сказано с таким намеком, что лучше сам ищи. И после этого на какой-то период времени от меня отстали. И, наверное, только в мае про меня вспомнили, там, в конце года. И как раз-таки к этому моменту у меня уже закономерно поехала успеваемость, потому что я узнал о разговоре, о котором Черкашина просила не говорить, вот как раз-таки об этом телефоном. И у меня закономерно поехала успеваемость, посещаемость. И к концу года, да, у меня были незакрытые курсы, да, у меня были прогулы, и я это не отрицаю. То есть ты потерял мотивацию после звонка? Тебе не понравилось действие директора, или вот почему упало? Я потерял мотивацию, потому что у меня в голове появилось, а зачем мне тут учиться что-то стараться, если мне уже сказали, что тебе тут не рады, что в любом случае я гимназию в Нарском языковом лицее не закончу. Ну и вот мотивация упала, и я больше отдавал своего времени на проекты и так далее, где хоть какой-то отклик был. И решил перейти в другую школу? В итоге мне написали в конце июня письмо счастья, то, что вот я исключен. Да, это сперва было стрессом, потому что с первого класса в Нарском языковом лице твердят вот это лучшая школа, лучшая успеваемость, вечерка и так далее. Это вот спортсмены, беременные и идиоты. Это вот комментарий одного из моих знакомых. Менее, скажем так, образованного. Да, менее образованного и... С меньшим количеством амбиций, например. Да. И, конечно, для меня вот исключение стало стрессом как раз из-за того, что на протяжении 10 лет это вот так нагнеталось. И где-то, получается, в августе я решил, ну ладно, надо все-таки что-то делать, и подал документы в Нарватайскас Мутеколь, она же вечерка. Я подал в 11 класс, меня взяли туда, и подал на дистанционное обучение, так как мне будет в таком случае проще свой график как-то контролировать на мероприятии, ездить и так далее без потери успеваемости. Как ты думаешь, насколько удачно было это решение для тебя? Я думаю, это вполне удачное решение для меня, потому что у меня, как и у всех, есть периоды, когда мне там тяжело учиться или еще что-то. И мне намного проще на дистанционном обучении, потому что в одну неделю я могу там сразу несколько курсов закрыть, потому что они сразу все открыты, и я могу хоть весь учебный год сделать там за месяц. А в какие-то недели я просто, ну, по минимуму делаю, потому что, ну, сил нет. И это как раз-таки помогает с тем, что успеваемость у меня не хромает, если что-то происходит. Я считаю то, что да, это вполне удачное решение, и я счастлив, что пусть и не своим желанием, но я покинул Нарский языковой лицей. Как ты считаешь, это вот именно твоя гражданская позиция, твоя гражданская активность привела к отчислению? Или ты все-таки склонен верить, что директор лицея тебя отчислила из-за вот всех этих пропусков? Я думаю, что я был бы отчислен в любом случае, потому что сразу после звонка директора, мама рассказала это своим знакомым, которые в Нарском языковом лицее учились, и те сказали, что, ну, он может продолжать учиться и так далее, но его в любом случае, ну, как-то прогонят. Потому что лично я думаю, что если бы неуспеваемость, то в внутреннем распорядке Нарского языкового лицея, в обязанностях ученика есть то, что ученик должен отстаивать хорошую честь школы. И как раз-таки некоторые мои действия могли бы посчитать как негативные в отношении школы, и я думаю, меня бы по этой статье, скажем так, выперли бы. Так что я думаю, что да, меня в любом случае погнали бы из языкового лицея, но я, в принципе, об этом не жалею. Скажи, вот все-таки у нас Надежда Черкашина, она один из представителей власти в городе. Как ты в целом оцениваешь сейчас действия власти, в основном это фракция Нарва, может быть, нового мэра, что ты думаешь о происходящем в городе сейчас? Я довольно-таки негативно оцениваю их действия, потому что из того, что можно сейчас наблюдать, большая часть решений принимается как-то больше в выгоду депутатов и мэра. И это очень много спорных решений, то, что я даже слышал, что в Нарве не 15, а 19 бухгалтеров в отделе... 41, я буквально вчера делала пересчет, это в отделе культуры, у нас, по-моему... Нет, в отделе культуры 19, и 41, это во всем вот этом аппарате гору права, у нас 41 бухгалтеров. И вот, и мне стала эта тема немного интересной, я чуть больше порылся. Оказалось, что в пиарную, которая схожа с Нарвой по населению, разница буквально в тысячу-две человек, всего 20 бухгалтеров на весь город. И, как по мне, это не очень правильная растрата ресурсов. И как раз таки... Я не говорю, что это истинно, и правда, и так далее, но многие горожане считают, что и кумовство, и то, что должности создаются там для знакомых и друзей. Ну, потому что иначе не описать то, что в городской больнице должность была создана со знанием C2 русского языка, насколько я знаю. Отличный русский, по-моему, B1 эстонский. Да, и B1 эстонский, в больнице, в муниципальном учреждении. И то, что вот как раз таки вся эта ситуация с бухгалтерами, и на родину, и лично у меня сложилось мнение, что много решений неправильных, много решений непонятно зачем, потому что 41 бухгалтер, и в городском бюджете не хватает денег. Конечно, это не основная причина, но они все-таки остаются. И те же решения наподобие отставки Аго-Кыргве, потому что при Аго Нарвская больница, которую считали, что у нее нет перспектив и так далее, туда начали приезжать молодые специалисты, кто на практику, кто просто так, а сейчас все снова начало угасать и возвращаться к, наверное, ситуации лет 5-10 назад, когда средний возраст работника Нарвской больницы — это предпенсионный. И первое, с чего у меня началось, это вот то, что отставка Катри Райка, потому что на тот момент я не был с ней лично знаком, сейчас, конечно, уже знаком, но мне кажется, это решение было неверным, потому что Катри была хорошим управленцем, много специалистов в Нарву начали ехать, проекты какие-то начали осуществляться в Нарве, ну и само Аго-Кыргве, о котором я ранее говорил, как раз-таки Катри и привела в Нарву. И из-за этого как раз-таки у меня складывается вот это впечатление, то, что правящая фракция больше работает на свои личные интересы, чем на интересы города. Как вот ты бы охарактеризовал Нарвскую молодежь, вот ты сам представитель Нарвской молодежи, текущая власть вас не устраивает? Какую власть вы бы хотели видеть? Что-то вроде Катри, более прогрессивное, вот опиши. С вопросом власти тут немножечко сложнее. С первого я просто хочу описать, какая в принципе Нарвская молодежь. Она усердная, но, к сожалению, с нынешней ситуацией это усердие заключается в том, чтобы покинуть Нарву, потому что они не видят здесь на данный момент перспективы. Также Нарвская молодежь очень хочет работать, но в Нарве с этим трудно. То есть, дай бог Макдональдс куда-нибудь получится устроить на подработку, а говорить что-то про неполную занятость вообще не приходится. То есть, ты не подрабатываешь? Я не подрабатываю, у меня такая рабочая деятельность, это только волонтерство. И Нарвская молодежь хочет работать. И у меня есть двоюродный брат, который в Тальне живет, он в Швецию ездит подрабатывать летом, потому что там с этим намного проще для молодежи. И есть друг из Нидерланд, у которого там вообще очень просто, он буквально 16 лет уже спокойно там подрабатывает и так далее. И мне очень хотелось бы изучить вот эту тему с тем, как можно это было бы в Нарву принести, опираясь на опыт соседей. И если дальше говорить про нарвскую молодежь, то много талантливых и умных людей в Нарве. Взять тот же пример нарвского языкового лице, много золотых медалистов и так далее. Но все они стараются покинуть Нарву, уехать в Тарту, в Таллин. И вот как раз таки в Нарве просто сейчас нет условий, чтобы они оставались. Они не могут себя реализовать только вот в этом молодом возрасте, или ты считаешь, что в принципе в любом возрасте в Нарве себя реализовать как-то сложно? Я думаю, что сейчас в любом возрасте довольно-таки сложно себя в Нарве реализовать, потому что больная тема для Нарвы — рабочие места, они постоянно сокращаются, и ничего в Нарве не происходит. Если молодежи сложно, то людям более взрослого возраста и того сложнее. Особенно вот кто с детьми, то есть найти неполную занятость — это ты либо сидишь на пособии и ждешь, пока откроется вакансия, поработаешь там несколько месяцев, попадешь под сокращение, либо так сидишь на пособии. И сейчас нарвская молодежь живет мечтой, но, к сожалению, мечтой уехать из Нарвы, но у многих остается энтузиазм и вера в то, что Нарва может измениться, и я живой пример этому. То есть ты веришь, что Нарва может измениться? Я верю, что у Нарвы есть хорошие перспективы, и я верю в то, что если бы молодежь была более заинтересована в этом всем, то в Нарве что-нибудь поменялось бы уже. Тогда скажи, при какой власти Нарва изменится в большую сторону? Ну, тут исходя из моих взглядов, каждый видит, что хочет, исходя из своих взглядов. Но я думаю, что власть при Катре Райка, которая была, когда у нынешней оппозиции было большинство, было куда удачнее и лучше, чем сейчас. Но также я считаю, что были и минусы в виде того, что у молодежи не было своего представителя, потому что на данный момент самый молодой депутат, это Денис Ларченко, ему 30 в районе того, а молодежь — это до середины 20-х. И нет у молодежи просто представителей. И, насколько я знаю, даже в молодежном представительстве, именно которое не от молодежного центра, а с образованием, вот где Чаркашина, там тоже сидит далеко не молодежь и решает молодежные вопросы. И я считаю, что это неправильно, потому что лучше молодежи, проблем молодежи никто понять не может, особенно нынешний. И я надеюсь, что появится больше вовлеченной молодежи, я надеюсь, появится молодежный представитель в Нарве. Как ты считаешь, в горсобрании тоже должен быть более молодой представитель, даже моложе, чем Денис Ларченко? Я считаю, что да, конечно, должен, потому что Денис хоть и молодой, но это уже другое поколение, скажем так. Окей. Да, и молодежи нужен свой представитель, потому что у людей старшего возраста, которых в Нарве большинство, есть свой представитель, а у молодежи нет. И, как по мне, это проблема, потому что проблемы молодежи озвучиваются крайне мало, и только на каких-то первых заседаниях, и то скользь, что молодежь уезжает, все. А что с этим делать, да, бог его знает. Так что, да, я считаю, молодежный представитель должен быть и в горсобрании, и надо повышать активность Нарвского молодежного парламента также, я думаю. Что ты скажешь насчет структуры городского управления? То есть вот буквально сегодня я видела статью о том, что вся эта структура, весь этот чиновничий аппарат Нарвский, он очень тяжеловесный, он очень запутанный, очень сложный. Что ты по этому поводу скажешь? Я не эксперт в этом, сразу говорю, но из того, что я вижу, как раз-таки, и о чем говорят, что это постоянно какая-то дележка власти, этого с ним он нам не угодно, это подставим он получше. Да, чуть менее хороший специалист, но зато нам более лояльный. Я считаю, что из этого создается проблема, что друг это друг, это хорошо, но чтобы на важных местах сидели все-таки специалисты, а не друзья важнее. То есть хорошие управленцы, люди, которые в какой-либо области образования или работы с молодежью провели свою жизнь, а не просто потому, что я там кум свата друг знакомого какого-то депутата. То есть ты можешь сказать, что и ты со своей, скажем так, колокольней видишь, что в Нарвии все-таки присутствует в каких-то степенях и кумовство, и вот это побратушечество. Да, я считаю, что оно есть в каком-то роде, но не столь открытое, как, наверное, лет 10-15 назад. То есть становится все-таки какой-то прогресс, небольшой, но есть. Оно либо становится меньше, либо оно становится более умным, и его сложнее находить. Окей. Скажи, вот кого ты хочешь видеть победителем на выборах муниципальных в следующем году? Ну, скажем так, из моих любимчиков, конечно, Катри Райк и Денис Ларченко, я надеюсь, что там точно будут. Хочешь, чтобы они были? Да, я хочу, чтобы они были, потому что тот же Денис Ларченко, ну, открытый депутат, и с ним спокойно всегда можно связаться, написать им хоть в Фейсбуке, хоть в Инстаграме. Он зачастую отвечает в течение недели-двух и всегда поможет, если с чем-то сможет. Это было и с моим как раз-таки пикетом. Я манифест писал, он озвучил перед собранием. Или то, что я исследовательскую писал, она у меня вот недописная за исключение, ну, точнее, не проведена. Там должны были быть лекции как раз-таки, там я частично затрагивал бы нарвскую политику, я как раз-таки ему писал, чтобы узнать о чем-то. А почему Катри Райк хочу видеть? Как раз-таки по тем причинам, что ранее озвучил, то, что она хороший управленец и хорошая текучка, хороших кадров в Нарве происходило при ней. То, что у Нарвы появлялись перспективы, и как раз-таки убирался вот этот карикатурный образ, то, что средний норовитянин — это дедушка с пакетом из Максима и двумя гвоздиками. Как ты думаешь, при Тотсе вернулся этот образ? Я думаю, при Тотсе он начал возвращаться, особенно из-за таких неординарных решений, как поездка в Таджикистан. То есть, как Нарвям может помочь Таджикистану? Ну, собираются производство в Нарве делать, ты не считаешь это хорошим? Производство — это, конечно, хорошо в своем роде, но очень спорно, как оно будет оформлено с учетом других решений, принятых городским собранием и городскими советами. — Мы затронули тему Таджикистана. Это все-таки большой вопрос, стоит ли Эстония и Нарве работать с Таджикистаном, учитывая все происходящее в мире, учитывая тот факт, что Таджикистан вроде как содружественная страна все-таки с Россией. Вот, и хотела у тебя спросить про идентичность на основе этого. Как раз-таки мы, жители Нарвы, находимся прямо вот совсем близко к России. И вот как ты думаешь, в этом наша особенность или в этом наше проклятие? — Так, начну, наверное, с идентичности. Ну, себя лично идентифицирую как русскоговорящим эстонцем, потому что я родился в Эстонии, я всю жизнь прожил в Эстонии, я много путешествовал по Эстонии, и родители мне привили любовь к Эстонии. Я не отрицаю, что у меня намешано и части русской культуры, украинской, ну, в какой-то степени даже английско-американской, потому что интернет и так далее сейчас, ну, наверное, невозможно быть чисто вот одной культуры представить. — У некоторых получается. — У некоторых получается, но это очень зачастую спорные персонажи, я считаю. И я считаю, что много культур — это хорошо, потому что это и кругозор разноображивает, и дает уважение к другим культурам, то, что не происходят какие-то стычки, конфликты на культурно-национальной почве, и я считаю, что много культур — это хорошо, если все культуры относятся друг к другу более-менее уважительно. И я не отрицаю свою часть русской культуры, я не отрицаю русский язык, это мой родной язык, и я ни в коем случае не ставлю в одну позицию Россию и русскую культуру и язык. И про идентичность, я считаю, что Нарва — это уникальное место по идентичности, потому что тут и эстонцы, и русские, и они пусть порой с трудом, но уживаются вместе. — Вот это соседство с Россией для тебя, как ты думаешь, насколько оно сейчас опасно? Вот среди молодежи какое настроение, если говорить о возможной угрозе войны? Есть ли страх? — У кого-то страх есть, особенно у тех, у кого есть какие-то друзья, знакомые, родственники из той же Украины, или те, кто ездили куда-нибудь в Грузию, но в целом нарвская молодежь сейчас никак не вовлечена в политику. То есть все, что они знают, это вот что-то там из тиктока вынесенное, и в основном это какие-нибудь шутки, мемы и тому подобное. Если говорить про соседство с Россией в целом для меня, я считаю, что соседство с любой страной, которая подружески относится ко всем своим соседям, это хорошо. Плохо соседствовать с той страной, которая, лидер которой каждый месяц угрожает в ядерный пепел весь мир превратить. Так что в перспективе Россия — это хороший сосед. На данный момент это в каком-то роде даже угроза не только для Эстонии, но и для стран Балтии и НАТО, потому что российские спикеры не раз высказывались по поводу нарушения государственной целостности стран Балтии. И я считаю, что не все россияне такие, поэтому я уважительно отношусь к культурам, и вижу, что страна — это не только лидер, страна — это люди. Это очень важное, мне кажется, замечание, потому что в последнее время на фоне всего происходящего многие люди стали вообще все русское полностью отрицать, и свою принадлежность к чему-то, связанному с русским языком, русской культурой, вообще с Россией. Они тоже пытаются максимально от этого откреститься. Как тебе удается сохранять вот этот баланс, скажи? Потому что, ну, во-первых, я не могу отрицать свои корни в любом случае. И я не ставлю вот эту навязанную культуру войны, культуру какой-то сегрегации даже по национальному признаку, которую отрицают. Я не считаю это частью русской культуры. Я считаю частью русской культуры добродушие, я считаю частью русской культуры то, что всегда помогут соседу и тому подобное. То есть я не считаю негативные аспекты от лидера страны частью культуры. И то, что пропаганда пытается вбивать, что с российской стороны, что радикальные спикеры с эстонской стороны, я считаю это неверным, потому что это создает еще больше ненависти между странами, что в каком-то роде накаляет ситуацию даже в той же Нарве, потому что с каждым годом больше таких полурадикалов появляется, которые типа «вот, Россия, Путин молодец» и так далее. Как по мне, это неправильно. Если вы хотите показать, что вы лучше агрессора, не используйте методы агрессора. Давай тогда напоследок буквально пару слов ты мне скажешь, какие у тебя планы. Ты закончишь школу здесь, и что ты будешь делать потом, куда ты поедешь учиться, и собираешься ли ты вернуться в Нарву и делать ее снова великой? Да, make NARWA great again. Ну, так, у меня есть планов, да, конечно, закончить гимназию. После гимназии, конечно, постараюсь поступить, скорее всего, в Тартусский университет. Ты же решил, на кого будешь? Я думаю, что это в общественной среде я буду брать, потому что мне нравится во всем этом вариться. Итак, из планов на Нарву сейчас, насколько я знаю, идут выборы в молодежный парламент. Я туда заявку подал. И, может, я бы с радостью поучаствовал и в городских выборах муниципальных, потому что молодежи нужен представитель. Ты сам собираешься голосовать на муниципальных выборах? Да, я собираюсь голосовать, и, конечно, родственников буду зазывать, потому что в Нарве с этим плохо, потому что из-за ситуации то, что люди с серым паспортом не могут голосовать на государственных выборах, они думают, что не могут голосовать и на местных. И сюда же добавлю, я считаю, неправильным то, что пытаются забрать право голоса на муниципальных выборах у граждан третьих стран. Почему ты считаешь, что это неправильно? Я видела, что ты высказывался уже, но давай напомним. Я считаю это неправильным, потому что эти люди живут тут, они работают тут, они отдают себя Эстонии. Да, они другого гражданства, у кого-то просто их два, кому-то проще к родственникам ездить. И я считаю, что надо оставить за ними право голоса, потому что они тоже тут живут, и они видят проблемы местные. И это будет нечестно в отношении, ну, как раз граждан третьих стран, которые проживают в Эстонии, то, что у них заберут право голоса. Хороший пример ассимиляции, скажем так, это соседняя Финляндия. Там все могут голосовать, кто проживает на территории Финляндии, ну, там три года, по-моему, в районе того, ну, в Эстонии пять. И кто записан просто в реестр населения, кто проживает большую часть времени на территории Финляндии, они все могут голосовать. И я считаю, что надо брать пример с Финляндии, потому что в мировых списках как раз-таки по уровню ассимиляции мигрантов и так далее Финляндия всегда в топ-5 входит. Я считаю, если уж мы берем с кого-то пример, то надо брать хороший пример с тех, кто и по культуре ближе, вот как раз Финляндия. И да, нельзя забирать право голоса. Тогда давай подытожим. Ты считаешь, что у Нарвы есть шанс, мы просто должны смотреть на лучших и брать лучшие примеры. И самое главное — это включать максимально в жизнь города молодежь и слушать их голос. Да, и я считаю, что сама молодежь должна себя чаще проявлять. Не обязательно, как я. То есть меня видят с большей частью то, что вот я хожу с плакатами, там где-то кричу. Но я все равно занимаюсь и чем-то параллельно волонтерской деятельностью. То есть сейчас я помог социал-демократической ячейке Нарвской, в которой состою, организовать толоку. Ну, волонтерство, просто убраться в городе, вот недалеко от стадиона Калих будет. До этого вместе с ними же участвовал в волонтерстве по весне с переноской лягушек через дорогу, потому что с экологической точки зрения это проблема, то, что их много давят. И в целом, я считаю, что надо не только бегать, кричать, все критиковать, но также созидать. И что-то делать. И что-то делать, да. То есть критика — это хорошо, но надо и давать альтернативу, и показывать, что даже не имея какой-то власти, можно что-то хорошее для города делать. То есть своим примером. Да, своим примером я пытаюсь это показать. Да, иногда что-то не получается, что-то идет не так, но это всего лишь показывает то, что и относительно медийных людей тоже бывают неудачи, и то, что не надо из-за этого опускать руки. И надо продолжать, скажем так, борьбу свою. И не ошибается тот, кто ничего не делает. Спасибо тебе огромное, Милан. Спасибо, что приехал в студию. И желаю тебе успехов в дальнейшем твоем развитии. Да. Спасибо, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok